Меня зовут Крюченко Юрий, я директор технологической практики на больнике науки и доверия, бывший в прайс-витер-хаус-куперс в России. Наверное, я только разбавлю немножко пока выступления производителей и представителей РУС-органов, и выступая как роль одновременно как не производителя, а вендора, в том числе услуги технологические и технологические разработку, но они как фактически заказчик, который уже на себе прошел вот это самое замещение. И, с одной стороны, да, автоматически, с другой стороны, да, реалистично, потому что здесь звучало много, наверное, таких вещей, которые на самом деле, на самом деле, к реальной жизни имеют весьма последовательное отношение, и мы можем, например, рассказать, как это коснулось нас, в какой мере это коснулось нас и какова данная реальная ситуация в тех направлениях, в которых, наверное, мы видим, видят наши заказчики. Для нас история, наверное, с импортозамещением началась гораздо раньше, чем для многих в России. Мы оказались сейчас в ситуации, когда основная митинская компания нас отделяла все наши системы, которые, естественно, были западные, на 1 июня, и мы уже находимся в состоянии неком импортозамещенном как таковом. Соответственно, то, что касается нашего входа в такой проект и как это началось. Учитывая сложности, которые есть, многие коллеги, как лидера, так и другие упоминали такую вещь, как сроки. И апеллировали, вот только я здесь услышал, да, и только я готов за какое-то мероприятие. Интересно, да, и мне так много интересно. И немного изменив вообще подход, с точки зрения риск, подход. Есть некие сроки, которыми апеллируют коллеги. Откуда здесь такие сроки? Никто из коллег не надо сказать, да. А апеллируют, например, вещами, связанными с неким проектным подходом. Да, это хорошо в власти, это работает в власти. Но в текущих условиях мы оказываемся в очень простой ситуации, когда проектным подходом к этому подходу. Ситуация будет в том, что есть конкретные сроки, когда вы должны перейти, например, на новые продукты, новую инфраструктуру, остаться в том, как в виде на тех продуктах, которые вы используете, по разным темным и темным схемам. И, соответственно, тут проектный подход, он применим, но с большим ограничением, очень большим ограничением. И я бы назвал то, что происходит сейчас, это не трансформация и не цифровая трансформация, а скорее вопрос выживаемости бизнеса. И это вопрос скорее к бизнесу, чем к IT. Чтобы бизнес правильно оценивал ту ситуацию, которая происходит, с точки зрения IT, ИБ и других составляющих. И правильно настроил приоритеты. Потому что сейчас очень сложно, например, копировать те бизнес-процессы, тот подход к IT, те системы, платформы, как они были в текущем состоянии на западных продуктах. И, исходя из этого, правильно оценивать риски. Выбирать именно те приоритеты, которые есть, и которые нужно реализовать для сохранения бизнеса и сохранения функциональной компании. Таких компаний достаточно много в России. Это для многих, но в меньшей степени, наверное. То есть в многих компаниях, как вы знаете, в России, это западные компании, где их точки, точки, аффилированные и и так далее. И они оказались в очень жесткой ситуации. Один из них, наши клиенты, которые к нам обращаются постоянно, когда компания по отдельным причинам внедряла или использовала западные программные продукты. Тот же САП, тот же Oracle, Microsoft инфраструктуру целиком. Эти компании сейчас оказались под санкциями источающими. И для этих компаний стоит предсказание о том, чтобы разработать такой-то степ. Разговорили о том, что в конце декабря, условно, когда пакеты санкций подписаны и так стоят сроки, просто оказаться локализованными в России. А эти вещи включают в себя мгновенный переход с платформы, например, пробрать эту платформу западных дорог, таких как IBM, HP, Cisco и тому подобное, скачком перейти на новую платформу в России. САПа на NMS, СОРК на 1С, менять полностью там IBM и такие и тому подобные. Ещё можно скатануть в рабочих местах на платформу, которые вообще никак не связаны с микрософтом. Потому что ситуация в текущих условиях только ухудшается. И вот эта трансформация, это фактически трансформация выживания, можно сказать. Никаких других средств нет. Она усоветворяется ещё тем, что мы не имеем полноценной возможности, например, переходить на аппаратные ресурсы. Их сейчас в России нет. Есть при этом скачке единственный возможный вариант при правильном центре риска – это облачный провайдер в России. Тем не менее способом. Но, когда мы оцениваем дельные решения, возможности перехода из нашего опыта, облачный провайдер, который здесь, как я сказал, облачный провайдер, чудес только не бывает. Ресурсы облачных провайдеров, они, конечно, велики, но не бесконечны. А если посмотреть глупо, например, на некоторых облачных провайдеров, поставщиковый ресурс и услуг, то большая часть продуктов на российском рынке и поставщиков используют в еде свои западные программные технологии. Либо 9 из 10, 99 из 100 провайдеров наших облачных услуг используют западные платформы, которые находятся под санкциями. И тогда вопрос сводится к очень важным вещам. Сколько есть времени для того, чтобы перейти и совершить скачок в какое-нибудь замещение? Год-два. Потому что все остальное – это закрытый год, как показывает практика. Год-два в результате того, что не будет каких-то очень выскочайших мер, направленных в сторону ухудшения ситуации на рынке. По факту происходит ухудшение. Поэтому, когда мы перейдем с Microsoft на Linux, я думаю, очень скоро и без тестирования. Здесь был вопрос, звучал, а сколько времени нужно тратить и тестировать? Сейчас я вам буду ставить по нашему опыту нисколько. Минимум. Потому что сейчас вопрос компромисса. Просто банального компромисса. Либо перешли, либо нет. Потому что времени тестировать, внедрять какие-то продукты и проверять функционал. Многие недели у вас есть. Проверить, вообще работать нет. Дальше. С листа. Совершенно другой подход. То же самое с инфраструктурой, продуктами безопасности и преподным уровнем. Коллеги на предыдущем выступлении озвучивали, что да, разрабатывается некий консорциум, который будет смотреть, тестировать. Это займёт месяц. И там инфраструктура 23-й год. А что делать тем компаниям, которые должны анализоваться 31 декабря? Просто показаться, ситуации перешли или не перешли. И фактически они и будут выступать тем самым консорциумом на рынке, которые на себе проверят эти конфигурации и внедрят их. Потому что там, да, в каких-то нишах у нас всё неплохо. Всё неплохо. Не можно полностью закрыть функционал. Тут новый. Но в каких-то нишах достаточно пусто и сложно. Какой-либо функционал закрывать? То есть это вопрос, что не просто один в один для бизнеса, а работать с бизнесом с тем, что достичь какой-то компромисса. И потерять часть функционала, и перейти хотя бы на то, что есть на данный момент. Потому что перейти даже по данному самому НС – это большая проблема бизнесовая. Потому что здесь немного, наверное, коллег из IT, но по факту на прикладном уровне много чего нет. И даже точь, что есть, весьма по-другому адаптированная под те бизнес-задачи, к которым банально привыкло привыкли к компании, к введению процесса, потом привыкли к компании. А с точки зрения ИВ, да, российский рынок, значит, сделал там всё хорошо. А заместиться можно чем-то? Пусть раз, вы знаете, давно и долго работали в правильном управлении. А с точки зрения остального, наверное, продуктового замещения, когда появились первые санкции, и коллеги, например, у них как-то отраслях типа «уэллумбест» и над этим задумались, многие относились к этому ровну так, как были написаны TPI, которые требуют цифровой статейки. Они были численные, и, соответственно, вопрос не обсудили какие-то закупки о немедлении продуктов и проработке этих продуктов. Сейчас это всё будет делаться на лиду, на коленке, очень быстро. Я, например, не совсем верю в достаточно дискуссии, что в том виде, в котором сейчас будут инвестироваться Байкал и Арми, что это взвёртная история. По многим причинам. Скорее, нужно что-то думать с точки зрения параллельного импорта, и в перспективе длительной стратегии, потому что нужно осознавать для российских рынков, ещё многое среди идти, очень много людей, которые, наверное, не очень понимают, что, наверное, того, что было до февраля, того рынка, который был до февраля, этого не будет. Не будет очень долго. А может быть, не будет никогда за 2 года 5 лет. То есть, если даже начнут возвращаться, многие говорят, крупные заказчики, западные бандера, то через 3-5 лет нижние для них уже не будет. Рынок будет другой. Он будет адаптирован под российское ПО. И, соответственно, подход будет абсолютно другой. Поэтому, когда мы внутри себя, для своих заказчиков, прорабатываем текущие стратеги импортозамещения и вообще реализуем проекты по локализации, я бы сказал, скорее так, не импортозамещения, а локализации. Даже импортозамещать можно открытым ходом, либо дружественными странами. Бликс. Такие варианты тоже существуют, но с точки зрения не перспективы. Надо смотреть, чтобы оскорили локализации в России тех решений, тех продуктов, той инфраструктуры и того уровня доступности сервиса услуг. Всегда оценить риски, очередность, потому что мгновенно перейти из текущего состояния в таком же виде и с такими же словами, как сейчас есть, и в бизнесе просто невозможно. Как на системном уровне аппаратного, так и регламенном уровне. Потому что российские продукты, например, многие, не были ввиду своей недостаточной зрелости, ориентированы, например, на рынок крупных корпораций или рынок WPB. Они были ориентированы скорее на B2C, внешнего пользования, ввиду своей техилизны, либо открытых лицензий. Сейчас вроде бы эти продукты появились, но при оценке рисков, даже с точки зрения информационной безопасности и доступности персональных данных, возникает вопрос, что они не готовы к корпоративному использованию. И их сейчас вносятся в эти продукты, в дорожные карты, те изменения, которые необходимы корпоративным пользователям. Наверное, многие из вас, наверное, пользовались в том или ином виде облачными сервисами, потому что это была цифровая информация для опытных корпораций в России, переход в облачные среды, облачные продукты, изменения моделей, распространения сервисов услуг и продуктовых услуг. И в результате пользовался западный набор продуктов. Российский набор продуктов, ну, такими сервисами, как Google, Microsoft, Teams, Office 365 и тому подобное. Банальные видеоконференции, коммуникаторы. Сейчас облачные вещи отключились сразу, это делается очень легко. Технологические, технические, с точки зрения риска, поэтому мы всегда говорили, в том числе наших клиентов, на облака, нужно смотреть, с нужным уровнем допустимости риска, в том числе, начиная с 14-го года, по риску отключения. Если локальная инфраструктура отключается тяжело, то облачные отключаются очень легко. Хотя это была модность, именно молодежная цифровая трансформация, это понималось не стяло. Но, как оказалось, более консервативные люди сейчас находятся в других условиях, более консервативные и нормальные. И тот набор продуктов, который существовал в современном наборе продуктов, сейчас он только начинает повторяться по банальному функционалу в продуктах и услугах наших российских производителей. Это даже не вопрос некого юзабилити, это просто вопрос банальных функционалов, которые используются и безопасности, которые используются большими компаниями. И что с этим делать в последующем? Как это внедрять? Как это тестировать? Ну, наверное, вкратце, я бы сказал, о всех мероприятиях проводятся и проводились такие подходы к размещению и ментализации, и, наверное, готовы ответить на вопрос. Так, спасибо, пожалуйста, большое, Юлию. И, если я правильно помню, то вы уже в этой новой реальности уже подошли к завершению. что у вас переслайд, это будет завершение процесса или движетесь? Мы подошли к завершению первого этапа, то, что называется, там, прям мгновенный переход и то, что можно сказать, остаться кондиционным о сохранении бизнеса в дальнейшем. Естественно, мы оценивали те варианты, что мы что-то потеряли по дороге и потеряли. Ну, говорят, на сколько лет было 250 систем, в том числе красные разработки, порядка, люди, процентов 30, мы потеряли, казалось, так. Вы говорите сейчас о своей компании, которая работает? Ну, среднестатистически, просто показывая наш опыт проекта, то, наверное, 30 процентов, 150 систем, в собственном... Ну, от 30 до 50 будет теряться, все зависит там от раскладки или от зависимости, насколько это типовые решения и насколько они кастомизированы. То, что кастомизированы, естественно, будет теряться в первую очередь. Поэтому подходы сейчас максимально не астомизируют. Максимально типовые функционалы, энергетические модуляции, чтобы мало того, чтобы сохраниться под внутренними российских продуктов и вообще начать функционировать, но еще и заглавить очень простую вещь, дефицит кадров. Если они будут типовые, будут сложности с кадрами. Если хотя бы более-менее гидрофункционалы, будет типовой, и это компромисс, то будет проще с кадрами. А как кадровый, там, голод, то как до февраля если бы летят сейчас? Можете ли привести пример, как, вот, человек, который уже едет по этому пути, самых, может быть, ну, неудобных компромиссов? Ну, а самые неудобные, понятные, это те, в которых есть привычки, да, большого числа людей, есть какие-то, уже, ну, привычные процессы, да, их сложно менять, их не хочется менять, потому что это целая революция внутри. Да. Смотри, у меня очень простой взгляд, ну, понимаете, для меня нет партнерства с приходом как-то, например, МИТ, с линуса на линус, на линус, на макет, и тому подобное. А самый болезненный переход, это переход с точки зрения пользователя, в данном пользовательских вещах, которые сейчас, наверное, все говорят платформе, процессоры, сервера. Это все хорошо. Прикладное программное исключение, именно SAP, но есть большой черный ящик, с которым все связано, это рабочие места. И мы все привыкли к банальным вещам, драйверов, да даже, в самых настоящих офисных пакетах пользуются все, в Microsoft Office. Да, есть аналоги на российском рынке, они всем известны, там мой офис, LibreOffice, R7, и тому подобное. Но, если какую-то погоду, это не совсем аналоги, там нет множества функционалов пока. Ну, как говорят некоторые, это не экосистемные продукты, да? Эта система, наверное, понятие лукавое, в данном случае, тут скорее вопрос, который стоит чуть в стороне. Множество корпоративных систем, таких как SAP, Oracle, используют очень простые вещи, которые никто не замечает. это всякие настройки, макросы, экспорт, импорт из SAP, в Excel, Google, вещь. Это все пропадает, по мановению мелочей запалочки. Разве это пропало? И это создает гигантский неудобсик, потому что этот весь инновационал заменить им мгновенно, по всем желанию, невозможно. Тот же, Visual Basic, Google, это пропадает технологию Microsoft. Он просто так не конвертируется в Россию. Там, концентральные такие подходы. И вот это вот гигантское неудобство пользователей. Понятно. Все остальное может быть там в их уровне, но вот на банальном пластере рабочих мест и пользователей. Вот это очень большое неудобство. К какому числу вы собираетесь успеть? Многие успели. А, вы уже успели? А, вы уже успели? Многие. Многие успели. Замечательно. Очень интересно. Так, ну и что ли, нет вопросов, меня поражает. Ну, так. Нет ни у кого такое задание? Нету. И для кого сейчас идти будут? У нас заняты. Так? Ну вот, Крайний 40. Около 31 декабря. А вот Крайний. 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 Пожалуйста. Ценнейшее выступление, между прочим. Да? Ценнейшее. Так? Очень интересные оценки. Скажите, вот, не могу не спросить, мы собирали представителей крупных компаний для такого разговора без трансляции, значит, на тему как раз рисков, миграции. Ну, обозначались несколько моментов. первое. Стоимость перехода, вот, сама цена перехода, переучивания, перенос данных, какая-либо еще, чем, так сказать, то, что предстоит заменить. Так? Ну, то есть, да, компьютеры, программное обеспечение, стоимость меньше, чем вот, сама цена переноса, перехода, переобучение и прочее. Подтверждаете ли? Смотрите, два фактора ответа, да, а второй вопрос, вопрос о цене перехода не стоит при установке задачи. Это вопрос выживания, если цена перехода у вас либо да, либо нет. вот, и в этой связи следующий вопрос. Значит, понятно, вот эта же группа, у нас была стратегическая сеча на эту тему, из представителей достойнейшей компании, которые говорили, что, ну, невозможно все, нужно анализировать с точки зрения критичности, так, так, и, собственно говоря, вот то, что наиболее критично для бизнеса, на том фокусировать внимание, остальное отложим. Так? Ну вот, а где тут провести? Ну, вот так. Как определить критичный бизнес? Ну вот. Это сложный вопрос. По этому я прошу вас. Это вопрос, это вопрос профессионный. Как правильно определять критичность? Потому что, если мы спросим бизнесы напрямую, что критично, а конкретный бизнес ответит, все. Ну, это банальный ответ, такой последний вопрос. Тут скорее нужно смотреть. то, как влияет реально на функционирование конкретных бизнес-процессов компании. Какова степень этого влияния? И все, что оказывает минимальное влияние, это создает удобство, скорость, и тому подобные вещи, отбрасывать. И сократить, как нам, фактически, до 20-30% вот это количество от IT, которое мы будем принести. посмотреть. Ну, есть банальный переход на российское КО, да, на российские системы, а есть банальная вещь, которая позволяет в том или ином виде отсрочить этот переход, дать этот тайм-аут. То есть, не все системы включаются мгновенно, и смотреть с точки зрения критичности и рисков, как в сторону бизнеса, так и в сторону продуктов, которые бизнес использует. Ну, потому что, например, Microsoft Office 365 включается именно реально, а Microsoft Windows не совсем. И, соответственно, сейчас, да, можно существовать в том или ином виде там, на некой там в разработке программного обеспечения, которое будет функционировать в том или ином виде. И это дает срочку перехода, вот этот тайм-аут, там, код 2. В данных, все просто закрытые коды, естественно, начнется и с точки зрения безопасности, с точки зрения обновлений, с точки зрения возможности соответствовать комплайнсу регулятора. Ну, и, подхожу с большой, наверное, вопрос, который я, забыл, осветить, там, это те компании, которые сейчас приходят на рынок, и, собственно, въезды российского повода, там найти ничего невозможно. Например, открытые плоские списки. Пользоваться им сложно. и, ну, люди просто, что нафигом менять, ну, кроме банальных вещей, да, понятных, много распознаний. И, да, освещалась, в том числе, такая вещь, в том числе. Совершенно верно. Сейчас это вопрос фокусировки внимания. Да. И, какого-то ощущения динамика происходить. Потому что, картинка отстоит. Мы, с одной стороны, готовы вас поддерживать, сделать что-то, давайте вместе попробуем какой-нибудь квадратный, да, потому что, ну, действительно, это, это то, что нужно. Многие заказчики готовы принимать участие, да, делиться какими-то своими оценками, да, если будет, там, результат будет обезличен, вполне, реально, безопасно. Ну, есть великие, достаточно узкие области, да, где, там, источники чистого IT, там, консультанты, и вообще, сам IT, это достаточно тепло ориентируется, там, это области, которые очень болезненные, когда заказчики начинают закрабить, в области, промышленной автоматизации, грузской специализации, там, там, это достаточно сложно и специфично, как для IT, так как для бизнес, так там, никто, ну, за редкое исключение, кто-то вообще в это направление смотрел, в РС, к сожалению. Пунктом-то считается очень простая вещь, что, по условию, Турпины Сименс работают с программами Сименс и не так по-другому. Ну, да, это так, такой был бы вкус. КОНОТ Турпины Сименс Баля Турпины Сименс